добрый день друзья сегодня очередные находки новинки и вы видите перед собой такой букет роз в вазе это английская штучка красивая от которой конечно я не удержалась но она пришла с трещинкой на самой вазе который практически не видно это будет естественно в цене учтено других дефектов я не заметила конечно очень жалко это я когда ее вскрыла я не заметил это мне сын уже потом показал мама ты видела трещину ну вот так бывает посмотрите как они смотрятся роскошно как живые великолепные конечно жалко такие вещи что так относится к халат на таким вещам хрупким приобрела вот такое трио это зельтман вайден понравился очень рисунок цветы и по краю блюдца тарелки проходит такой рельеф как будто капельки это очень красиво смотрится она очень нежная тонкий тонкий фарфор и и когда трогаешь и перемещаешь даже вот фарф ногти вот не затрагивает сам фарфор звук происходит от прикосновение вот под подушечек пальцев к самому фарфору и она такой вот знаете звук как будто он под вот звенит как-то вот даже это описать невозможно посмотрите какой он тонкий как будто хруст вот происходит я не брала до этого такой зельтман вайден у меня в основном более ранний вот она для вас танцует очень нежная так это красавица худчинройтер она не просто красавица она огонь несмотря на то что такой легкий какой-то у нее рисунок кстати это ручная роспись она великолепна есть недочеты есть потертости на ручке у нее видимо ею пользовались снизу потертость вы это увидите и сверху одна точечка посмотрите как рельеф выполнен ни разу мне не попадалась такая форма чашки худчинройтер вот видите какой недочет а так в основном все у нее прекрасно очень очень тонкий фарфор я ее купила на большой платформе и нисколько не пожалела мне понравилось то что вот этот рельеф в виде капелек нанесли на саму чашку где придает ей очень такую изысканность также эти капельки проходят на блюдце и на тарелке в остальном состояние отличное такая строгая элегантная даже когда другие допустим предметы как-то нанесен нанесена краска полностью до не видно просвета то здесь это все просвечивается и вы могли это наблюдать прекрасное исполнение это танец для вас еще не менее красивое чайное трио это аугуст швайк довольно таки не привычная для наших глаз форма чашки обычно попадается вот сеточкой то здесь строгих таких тонах золото и такой не белый как найти он молочный цвет фарфора вот такой тонкий рельеф по середине чашки проходит состояние у нее очень очень хорошее очень тонкий фарфор здесь плохо видно клеймо но потом будет видно на блюдце или на тарелке вы это увидите залить какая наша вся просвечивается все в ней так это прекрасно такое нанесение золото россыпь мелких цветочков расширяется и переходит вот это золото как будто с полосы в этом вытекают до эти цветы льются можно так сказать лучше наверное льются цветы и вот переходит какую-то эту россыпь их прекрасная вообще аугуст швайк он всегда поражает своей изысканностью исполнением всех своих предметов мне моя сестра постоянно где ты их находишь именно вот аугу швайк чашечка вот ручка у которой сеточка я не знаю как не зайду они у меня выскакивают но не все соглашаются отправлять конечно попадаются такие красавицы которых даже расцветку и не видели допустим да и нет и все вот на отрез отказываются ни в какую а это красавица вчера приехала позавчера по моему позавчера с нюрни иван был на барахолке и там договорились что он встретится с продавцом и для меня выкупит вот эту чашку и когда увидела ее на продаже было глаз не оторвать там было много именно продавец собрал на столе выставил трио именно этой мануфактуры это алька смотрите как она выполнена не из всех я выбрала вот эту сейчас вы увидите как выполнено нанесение золото посмотрите какой тонкий фарфор это вот когда вы трогаешь золото пальцем да вы каждую полосочку вот эту тонкую чувствуете подушечками пальцев настолько выполнена тонкая работа кстати это ручная роспись на чашке не было написано по моему на блюдце написано красавица неимоверная да вот на блюдце написано что ручная работа состояние у нее отличное нет никаких дефектов роскошная такая прям аж я вчера когда ее открыла у меня аж это дыхание остановилась такой красоты но все для вас мои дорогие любители фарфора изысканности и красоты сейчас это красавица будет для вас исполнять свой танец и а и 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 как это сохранилось до наших времен я не знаю это уникальное блюдо давно кстати не было блюд это тиловец это антикварный тиловец эпос золото как будто плату положили нас так она нанесена как будто вот знаете его впечатали туда это сейчас будет это видно именно вот такой вот такая мануфактура стоит в книге где в книге антикварных клеем оно большое оно по моему 29 сантиметров оно не не плоское чуть-чуть возвышенное 4 кажется высота до его 29 в диаметре состояние идеальное вот я вам показываю что она посмотрите какой он она тонкая просвечивается да вот этот весь рельеф его видно вот она посмотрите и это я не нас он не на окно делаю а на спинку кресла я сним съемку делаю на кресле посмотрите как какое золото как будто это прям печати туда вот именно вот вложили в этот фарфор нигде даже намека нет что где-то потертость какая-то абсолютно идеальное блюдо и вот в заключении хочу вам показать эту маленькую красотку это было красотку уже на заказ куплено это такое маленькое чудо это настолько даже вот не фарфором могу это так вот знаете вот бумага дорогая бумага посмотрите и даже хруп вот страшновато даже держать в руках состояние у нее очень хорошая она красавица просто вся усыпана цветами других изъянов у нее никаких нет это дрезден кстати вот смотрела в книге но не нашла ничего подобного и вот мне понравилось у нее посередине блюдца такой рельеф проходит интересный очень очень красивая но на этом я вам заканчиваю видео переходите по ссылкам которые находятся в конце описания под видео ссылки на телеграм и инстаграм каналы фотографии будут чуть позже выставлены пишите буду рада всем ответить до новых встреч пока пока а